Привет, я Ира. А я Дэн. И это обзор на комбинезоны Кулзон. Идея купить комбезы пришла после того, как наковырявшись в снегу, ты выходишь, просто вытряхаешь из себя снег из-под куртки. Много мокро. Да. И ты бесила, поэтому увидев на склоне у кого-то комбез, такие типа, почему не попробовать? На рынке комбезов много. В принципе, это модно, вариантов десятки. Вопрос только цены. Нам по карману было все, что пониже. Поэтому мы увидели этот Кулзон, сейчас они активно рекламируются, все классно. Дэнаму купили там, на тот момент он стоил 15 тысяч. Дело было летом. Я такая подумала, 2 за 15 дороговато, мы стали искать варианты Алиэкспресс. Тем более, у нас уже есть верхняя одежда с Алиэкспресс. Попробовали даже той же марки, купили. Вот такой вот комбез. В целом, гулять в нем норм. Кататься не вау. Минусов целая куча. Подтяжки, это хендмейд. Изначально их здесь не было. Ну, это по образцу Кулзон, потом расскажем про подтяжки отдельно. Из карманов, в принципе, он один. Вот этот, внутренний. Ну, еще есть здесь на ногах, но они абсолютно не функциональны. Очень узко, невозможно туда что-то не было положить. Плюс он промокал. Очень слабая мембрана. Очень расстроила нас фирма Running River. Хотя куртка у них офигенная. Да, печально. В общем, в этом комбезе я катаю уже второй сезон. Было проехано много и пухляка, и прочего. И он очень удобный, он офигенный вообще, ребят. То есть комбеза это тема. А потому что просто у тебя внутри свой микроклимат. Я в минус 27 сидя на кресельном подъемнике, я не мерз. То есть ветер, пофигу, вот реально. В минус 30 стояли на улице, там пока ждали открытия сезона Ширьеша в этом году. У меня замерзли только ноги. Здесь было вообще реально тепло. Вот. Ну, клево. Не фига карманов. Просто карманы вот для любого мужика, как бы там с собой таскать. О, пожалуйста, влезает спокойно экшн-камера сюда. Не мешается. Есть какие-то странные карманы там для ручек шариковых. Ну, не знаю, кто пишет на склоне. Но в целом все, что нужно, реально есть. То есть они глубокие. В принципе, дольтель любую потребность по карманам. Внутри тоже у него все довольно прикольно. Потому что есть внутренний карман. Для наушников дырочка есть. Есть карман для маски. Есть протирка, подтяжки, на которых очень удобно вот так вот носить балахон. Он не мешается. И не валяется до рукава. Вообще, когда в этом году задумалась купить новый комбез вместо китайского, я не так сразу побежала на кулзон. Посмотрела, конечно, что там есть. Но решила посмотреть весь рынок. Я смотрела летом. Соответственно, там супер скидки, все дела. 50%. И Рокси, и Кликсильвер со скидками. Да, он как бы равносилен по стоимости кулзону летом. Но нет подтяжек. Их, в смысле, совсем нет. Мне кажется, это максимально неудобно. Как им пользоваться? Не знаю. Завязывать рукава, снимать целиком. Не вау. Кстати, вот в китайском такого не было. Потому что пришлось в колхозе как раз самим. Еще прикол с молнией, то что можно абсолютно открывать только в том месте, где нужно там, ну, пацанам пописать там, да. Вот. Также можно залезть в карман, не расстегивая здесь шею, ничего. То есть там достал маску, камеру, там еще что-то. Вот в целом прям, да, очень все клево, очень прикольно. Помимо основной молнии, есть много дополнительных. Например, можно подтянуть горло или наоборот ослабить. Замечательные вентиляционные отверстия. Вот. То есть что здесь, что на ногах. Поэтому в жаркую погоду открыл все, нормально все вентилируется. Да. У меня они очень часто открыты, даже там в минус 15 катал открыт, мне в том, ну, больше так полу. На ногах все так же регулируется. Есть молния, которая позволяет расширить штамину и туда, чтобы ботины крепко влезли. Есть капюшон. Он большой, реально, навязает прям на шлем. О, бум. Но если он не нужен, есть специальная защелка, с помощью которой его можно там закрепить. С штаминами та же история. Их можно подвернуть и с помощью специальной липучки-клипсы зафиксировать. Да, одна особенность. Есть бомболюк, ребята, так что снимать комбез полностью не придется. Нормально. Растегивать не буду, но он работает реально. Даже для девочек все нормально. И на тему, как бы, качества. Цена, качество, вообще идеальное сочетание. Он реально прочный, все держится, нигде реально так особо не убедился. В машинку выдерживает, стирается нормально, мембрана цела, не все еще не промокает. В этом году катали уже пухляк, нигде ничего не протекло, не промокло, хотя было довольно-таки тепло. Кстати, у тебя же мужская модель. Ну, в общем-то, да. Мы купили Дену этот, и наша подруга сразу же такая, о, классный, куплю себе женский. И оказалось, там все не так. Во-первых, девочки не пользуются рациями. Каман, который здесь, на месте рации, ну, он совсем не функционален для офицерии. Скипасы на мужском на обоих рукавах, на женском только на одном. Накладных карманов, как видим, тоже их нет. Есть, конечно, два небольших кармана, но туда особо ничего не положишь, кроме ключей, может быть, в какой-то мелочевке. Ну, в целом, очевидно, что девочкам вообще меньше вещей не было с собой. Так. Зато, зато есть куда положить ручки. Потому что дома этого нет. И самый главный минус, это то, какие здесь подтяжки. Это очень странно, не совсем понятно, чем руководился человек, который решил, что здесь пусть будет так. Ты снимаешь, и как бы, все. Рукава у тебя будут пылесосить пол. В целом, это все тот же конверс, кататься в нем удобно. Ну, и они все красивенькие. Для инсты прям зашибенство. Мне в этом нормально вынести. Ребята, не верьте. В инсты, в мужском тоже хорошо. Теперь о минусах. Да. Минус, естественно, есть. Ну, начнем с простого, что сверху карманов дофига, реально их слишком много. То есть, есть даже вот странные карманы на... Если кто знает, скажите, зачем? Да, я так и не понял, что туда положите вообще бесполезные. Так же, как вот карманы для шариковых ручек, тоже такое себе. Вот эти хорошие накладные глубокие, в женских моделях, кстати, накладных нет. Так что, девочки, если возите с собой много всего, то не ваш вариант. Берите мужской, как и род. Проблема карманов внутренних. Насколько много внешних, настолько мало внутренних. Их он один, и когда у тебя батарейки для экшн-камеры, телефон, та же рация, когда очень холодно сюда убирается. Реально там все в куче, то есть вообще не варик. В этот карман он никак не закрывается, соответственно, что туда положить, но опасно, что может при падении выпасть там или как-то помешать. Вот, поэтому жалко, что Coolzone не продумали этот момент. Буквально еще несколько карманов под аккумуляторы, карманчик отдельный под телефон, и было бы вот супер реально, то есть прям круто. Очередной минус это... Карман для рации. Он, очевидно, для рации, на фотках у них там стоит рация. Он двойной, но, честно говоря, я не поняла, зачем он двойной? Рация как бы сюда влезает, действительно, нормально, все держится, у тебя есть антенка, все открыто. Но, если рация у тебя, ты ее соединяешь по проводу и пользуешься через шлем, то она, провод будет снаружи висеть, никакой возможности завести провод вовнутрь, нет. Это нелогично. Я чаще ношу рацию, поэтому внутри, потому что у меня все выглядело в шлем. Еще минус, то, что очень непродуман один важный факт, сноубордисты сейчас поймут реально, это то, что доску мы носим под мышкой, скользяком к себе, и кант у нас трется в почину. И, смотрите, какая приколка, два сезона, один сезон. Ну, месяц катания. Месяц, да. Учитывая, что не так часто носили доску под мышкой, ездили на таксо, и так только донести до кафехи, либо до подъемника, у меня с двух сторон протерто. Вот, залезает палец, теперь отремонтировать, ремонт, то кому интересно, пишите, мы знаем, где отремонтировать, но не дешевое удовольствие, то есть там полторы-две кат. Капад уйдет. За каждого. За каждого, да. Есть еще один минус, он общий для всех комбезов, неважно какой фирмы, это комбез, это единое целое, то есть оно... Тебе как бы... Оно бесит всегда на тебе, ты не можешь взять, там, снять куртку и бросить ее где-то. Тут весь комбез только надо снимать и бросать. Но это такое, потому что, если ты покупаешь комбез сидеть в кафешке, ну, бери легкий какой-нибудь там кигуруми, прям на голое тело его огонь будет. А если ты катать, то нахрена его тебе снимать, ну, там, где-то на склоне, бля. Хотя были фоточки без комбеза, да. Было-было. В любом случае, комбез рулит. Снег никогда до вас не доберется. Я просто в пухняке, я выходила вся мокрая, просто вся. Сейчас, конечно, получше и попроще, но комбезе нет сняли. Никогда. Да, я не знаю, что нужно сделать, чтобы он там появился. Наверное, его надо просто снять. Бериант. Ребята, кто еще катает в комбезах, пишите в комментариях, если, наоборот, против комбезов. Обязательно пишите в комментариях, потому что интересно, почему не зашел комбез, почему куртка и штаны лучше. Мы пока остаемся на комбезах, это реально очень удобно. Надеемся, что Coolzone как-то исправит нюансы. Самые печальные, это с протиранием боков. Нужно какие-то усиления делать. И добавит карманов внутрь, и, может быть, тогда мы следующую модель купим у них снова. Прошла неделя, я подстригся, а комбезы нам починили. Теперь это выглядит вот так. На моем практически как будто так и было задумано. У меня просто ничего не видно. Ну, да, незаметно там. Надеемся, что теперь вот эта вот доработочка решит наши проблемы. Да. С вами была Ира. Дэн. Подписывайтесь. Ставьте лайк. До новых встреч. Бай-бай. Я у меня там трусы везу.